Ну а сейчас мы вам споем фишку нашего Краснодарского района. Колокукай, 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 канзычам! Колокукай, 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 канзычам! Непосвященному в культуру северных алтайцев обывателю и не догадаться, что в забавно звучащей на слух песни о колокукай восхваляется трубочка. Этот предмет был неизменным атрибутом кумандинцев, самого малочисленного сегодня из коренных народов Алтая. Трубочка нас сопровождала всю жизнь. И в тяжелых условиях, и в добром здравии мы всегда обращались к трубочке. Сейчас, конечно, у нас никто не курит, но вот эта вот память о трубочке осталась. Язык, фольклор, обряды, все, что представляет самобытную культуру, это и других национальностей и призваны сохранить такие встречи, как сегодня, когда в одном месте десятки народностей. Так было на Алтае и прежде, и именно за это наш регион прозвали плавильным котлом народов. И мы должны, в принципе, сохранить хотя бы то, что нам еще досталось. А досталось, к сожалению, очень мало, но пытаемся. Самобытность любого народа, говорят организаторы, в первую очередь определяет национальная одежда, особенно праздничная. Такую к этнофоруму воссоздавали по специальным музейным образцам. К примеру, на изготовление праздничного наряда телеутов, южных алтайцев, ушло полгода. Сначала подбирали подходящие ткани, затем воссоздавали традиционный крой. Платье имеет название «Кунек». Украшается воротником из контрастного драпа, расшитого золотом. То есть там, мало того, что такая вот твердая прокладочка, еще поверх него накладываются вот эти вот бляшки из бересты, и все это расшивается золотом. Это тоже имело свой смысл. То есть это символизировало с собой монетки золотые, а значит достаток и богатство для владельцев. Этот наряд – лишь один из десятка уникальных этнографических костюмов, которые представили сегодня в дефиле. Представляем вашему вниманию праздничные комплексы, одежды и украинские с парабрянцем начала 20-го века. Этнофорум вызвал большой интерес у участников мероприятия. Они сошлись во мнении, что такие перекрестки культур нужно устраивать как можно чаще, ведь они помогают народам сблизиться. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.